В проекте 12319 Тася Филина расскажет, как стать профессиональным кинозрителем, почему сериалы воруют время и зачем она смотрит фильмы с ручкой и блокнотом. Тася Филина – исследователь киноязыка. Она изучает биографии режиссеров, ищет интересные факты о съемках, вглядывается в детали, а после читает лекции для всех, кто хочет лучше понять кино. Ближе, наверное, будет то, что киноведение, но не академического толка, потому что киноведение из различных институтов связано с историей. Киноведам нужна всегда аналогия с прошлым. В моем случае киноведение – это киноведение не по линии хронометража истории, а внутри произведения, ведать внутри кинематографического материала. Не обязательно мне нужны параллели для того, чтобы понять, что происходит в кино. Но если мне нужно расширить базу для зрителей, для слушателей лектория, то мы будем еще искать примеры. Да, вот там нужно классическое киноведение. Еще я называю себя исследователем киноязыка. Вот. Как у всех поколений 90-х, ВИЧС, ВИЧС-кассеты. Соответственно, это сохранение информации про кино. Кино много, оно копится у людей целой библиотеки. И у нас тоже были, мы записывали это кино сами. А потом такой период, гормональный пубертат, как у всех, и друг просто приносит на каком-то диске, просто подписано там реквем по мечте. Такой, так что? И пошел смотреть. Посмотрел, офигел, ничего не понял, шокирован до глубины души, эмоционально затронут. И как-то понимая манипулятивность источника, это я сейчас уже современным языком говорю, манипуляции. Тогда-то, когда ты молод, ты не понимаешь, что конкретно, да, дергает за ниточку, но ты понимаешь, что оно влияет на тебя. И ты начинаешь раскручивать этот волчок. Ну, где-то лет в 13-14 авторский кинематограф начал рядом быть, и потихоньку я начала его изучать. Не залпово смотреть. И не для того, чтобы смотреть, а чтобы в диалоге находиться. С собой в первую очередь. Я делаю это с ручкой блокнот. Ну, то есть это и с последним, чтобы не забыть. Информации очень много на экране, и ее невозможно удержать в голове. Но если тебе нужно будет к этому вернуться, чтобы посмотреть, какой паттерн был заложен в сцену или в конкретный стоп-кадр, ты, конечно же, это фиксируешь текстово. Что мне помогает? Помогает то, что я когда-то очень много работала над фотографией, над фотополотном, над стоп-кадрами, соответственно, легче считывается. У меня есть мощная подпорка. Это не просто визуальная насмотренность, это практика создавания этого экрана. Соответственно, я немножечко, немножечко делаю дисперсным то, что происходит. Я его расщепляю на фрагменты, цвет, пятно и прочие вещи. И так я исследую поначалу. Потом психология, потом философия. Я сразу смотрю с ручкой и блокнотом. Первое впечатление самое яркое. Первый раз ты смотришь, конечно же, с точки зрения эмоций. Поэтому у тебя есть белый лист. Вот в тебе есть белый лист, незнакомая к материалу ощущения. Я могу пересматривать этот фильм, а могу и не пересматривать, если он очень сильно впечатался в меня. Больше всего во время изучения любого произведения я иду к режиссеру, я иду к автору. Для меня никогда автор не умер, он всегда жив, его руку всегда я чувствую. Его чувствуют все, кто-то сознательно, кто-то без. Я начинаю с этой рукой знакомиться. Ну, то есть, я начинаю смотреть, как он жил, или что он еще снял. А если снял, то как? То почему не так, как этот фильм? Ну и вообще у меня есть такой вопрос, вообще вечный, почему именно этот фильм заходит всем? Почему не другой? Мы же все очень, очень разные. И каждый будет смотреть на разные вещи. Наши разборы получатся разными. Они не получатся одинаковыми. И это нехорошо и неплохо. Так будет. Смотреть, как я, не получится. Но получится смотреть как-то по-своему. Есть ли этому методики? Банальная насмотренность, про которую кричат все в 21 веке, для дизайнеров, для фотографов, для всех. Вот, пожалуйста, насмотренность. Вот ты посмотрел кучу фильмов, а что с ней делать-то? Ну, знаешь, ты название. Ну, знаешь, я за тебя рада. А это про что? Ну, то есть... Поэтому осознанное поглощение любого контента, вот это, наверное, главный ключ. Вопрос, почему ты смотришь, да, и вопрос, как ты собираешься это смотреть. С попкорном и газировкой? Это один вариант. Ну, когда ты идешь к произведению, так скажем, навстречу, там уже не до попкорна. Вы уже вступаете в некую связь. Ну, не физически, а ментально. Способен ты открыться? Или, с другой стороны, способны ли произведения коснуться тебя? Это уже новые уровни, в которые человек должен входить, наверное, осознанно. Сейчас век контента бесконечного, многообразного. Люди сложно останавливаются. Они, может быть, и видели что-то годное, но могли это не прочувствовать. Темпы. То есть нужен определенный темп, время, субъективность. То есть ты должен себя остановить. Поэтому вот я к кино как раз хожу к кинематографу, так скажем. Только по особым случаям. Я не смотрю Залпова и другим не советую. Иногда диктует время вокруг. Например, нужно легкости. Чувствуется, что в воздухе витает. Не было ли у кого-то из вас ощущения, что тяжело воздух, вес имеет? Надо куда-то спрятаться. Кинематограф славится методом эсокопизма. Ну как же? Ну то есть убегать и убегать красиво, периодически. Соответственно, я думаю, раз тяжело, я пойду искать там, где тяжело, оборачивается в легко. И я начинаю искать темы, которые касаются человека, там касаются меня. Не меня в контексте, вот я, личность, я Тася Фелина, пожалуйста, пожалуйста, задень меня. Нет. Касается каждого. Ну, каждого. Это может быть все, что угодно. Работа, отдых. То есть внутри кинематографа освещаться. Это может быть кризис среднего возраста. Все, что угодно. И если оно интерпретируется там, допустим, в тяжелое время с долей легкости, иронии, какого-то там пост-иронии, ну, как угодно назовите, я чувствую, что это нас поднимает. Это поднимает сначала меня, я понимаю, что там можно вскрыть, а если можно вскрыть, значит, этот источник будет доступен другим, когда я его расскажу. И я говорю об этом. Если мне нужно отразить реальность, если мне нужно отразить тяжесть, допустим, да, бремени сегодняшнего, не шутя, ну, я там пойду, допустим, в антиутопию, ну, я пойду и посмотрю какую-нибудь сказку от Терри Гиллиума, которая расскажет совершенно гротескным языком, нагруженным и барочным о том, что происходит. Да, это будет альтернативная реальность, но она будет зеркалить, и будут слышаться переклички. То есть все ко времени. Если сейчас требуется, чтобы люди вздохнули, буду искать то, что нам дает кислород. Если нужно, чтобы люди порефлексировали, будем искать то, что наводит на мысль. Я стараюсь при выборе кинематографа, который пойдет в большой лекторий, я стараюсь не учитывать лично свои какие-то ощущения, потому что то, что вижу я, это не то, что видит кто-то. И когда я покажу ему свой любимый фильм, я скажу, ну вот, посмотри, посмотри, а он этого не увидит. Когда я выбираю кинематограф для большой аудитории, я смотрю на массовую популярность, на спрос. И часто я разбираю уже такие проверенные временем шедевры. Ну, или, скажем, не шедевры, а то, что стало культовым, называют. И когда это становится культовым, я спрашиваю фильм и себя, как исследователь, я спрашиваю, за что он такой, за что человек пошел туда, за что человек пересматривает его через 10 лет, а кто-то за поем каждую неделю. И когда я начинаю копаться в произведении, образуются эти кристаллы, какие-то блики, за которые можно зацепиться и понять, что вот, вот что там увидели, вот, вот, вот это, или, возможно, другое. Я не делю кино, как и, в принципе, стараюсь по жизни ничего не делить ни на черное, ни на белое. Всегда стараюсь ощущать, что в мире полно оттенков. И что значит хорошее кино и плохое кино? Где критерий? Кто сказал этот критерий? Твой личный авторитет или, там, педагог. Вот это смотрите, а вот это не трогайте. Ты не поймешь, что есть хорошего или другого, пока ты не будешь пробовать. Вопрос же от ожидания реальности. То есть, я думал, фильм меня, ааа, фильм меня, там, пробьет. Или я думал, этот фильм у меня повеселит, а он меня, да, там, погрустить заставил. Стараясь не ожидать, ты не получаешь окраски. Но ты получаешь интонацию, с которой фильм создан. Поэтому, в моем случае, ну, так скажем, с моей философией, я стараюсь изучать все, как самородки. Нету плохого. Нету, там, неудачи. Да, Оскар придумали, вот, вот, пожалуйста, вот, удалось. А все, что все остальное, Оскар 1, фильмов хороших больше. Если вы думаете о том, что режиссер слабо, там, поиграл, надавил на какие-то точки, не знаю, ожидание, опять же, работает. С моей точки зрения, любой старался, любой внутри фильма, любая съемочная команда старается делать на 100%. Твои это 100% или только их, это уже тоже другой вопрос. Но большинство закладывают туда максимум. Поэтому я не могу говорить, что это плохо. Ну, может быть, меня не тронуло. Ну, это я. Много еще глаз. Кто-то другой найдет в этом что-то. Оскар-премия достаточно социализированная, и она тоже имеет некий резон в ожиданиях и в реальности. Там целая совокупность, почему Оскар, да, выигрывается или не выигрывается. Объективно, сильные картины не стояли во главе Оскар. Поэтому мерила, что Оскар это показатель, почему я буду смотреть фильм. Это не мой такой критерий. Я не буду смотреть Оскароносное кино, только потому, что у него есть статуэтка. Поэтому, да, Оскар, может быть, пройдет мимо. Да, есть вещи, которые я выключаю. Но при этом я себе говорю, что это не то, что вещь скучная. Возможно, я не готова. Ну, то есть, мне нужно больше времени или больше терпения. Всегда помню про то, что в любое искусство и произведение нужен порог входа. Плюс, при этом, желательно иметь настрой. Если сегодня другой настрой, да, ты это видишь, ты не можешь получить сцепку с искусством, с творчеством, как угодно тоже назовите. Соответственно, я оставляю это, но я не оставляю попыток вернуться обратно к этому фильму через время и все-таки его досмотреть. Сериалы очень коварны. Они крадут время. Они крадут массу времени. У меня нет столько времени. Серьезно. То есть, это большая, да, такая романистская форма, там, тире, я не знаю, уместно ли сравнивать с Львом Толстым. То есть, это совершенный поток, который может не прекращаться. Как приятно и комфортно смотреть кинематограф, то есть, кино. Оно имеет, если не точку, то многоточие. И два часа целостности, или, допустим, там, какой-то, я не знаю, скандинавский кинематограф, два часа ни о чем, да, как скажут, но при этом про все вместе. мне смотреть легче и удобнее. Я смотрела из сериалов Твин Пикс, обязательно, это авторский сериал, ну, по крайней мере, первый сезон, и еще смотрела слишком стар, чтобы умереть молодым. Это Николас Виндинг-Рёфен, он тоже авторский, целостный, как большой фильм. Это можно смотреть, перцепция твоя, будет отдыхать, ты все время смотришь одну и ту же руку, один и тот же почерк. Ты все равно чувствуешь подноготно идею. Одним человеком снято, одним человеком сказано. Целостность никуда не девается, и произведение воспринимается хорошо. Я люблю смотреть «Альманахи» из короткометражек, то есть это когда, да, большой, большой фильм, часа на полтора, но это куча нарезок, где задана одна и та же тема, и она тут же воспроизводится разными языками, да, визуальными. Это очень интересно. А сама одна короткометражка мне словно мало. Это как на аперитив. Надо, надо что-то еще. Емкая фраза, я не умоляю короткий метр, он прекрасен. Но для меня, как для исследователя киноязыка, языка нужна не фразу, а абзац или сочинение. Скорее я анализирую именно конкретные фильмы, притом прошлых лет. И знаете, как хитро работает с нами восприятие времени. Вот кажется, вот фильма нету, да, он прошел там. Это же фильм воспринимается почти как товар. Вот есть новый, он сейчас на полке, бери его. Вот там все старое, вот оно никому не надо. Но ведь хитрость времени не в том, что прошлое, да, слово, то, что прошло, не совсем так. Оно осталось, оно здесь, оно с нами. И почему бы не дотянуться и не взять оттуда, сюда? Потому что все, что здесь, это все детище такой классической культуры. я убеждена в том, что большинство нюансов, большинство методов, которыми сейчас создают кинематографические полотна, это все 20 век. Там был пик. Там было время экспериментов и исследования сначала с механикой, с техникой, а потом уже было исследование с сюжетом, с жанром, с ненадежным рассказчиком, с чем угодно. Теперь это все уже имеет какие-то отростки, масштабы, цветения, другие. Но я обращаюсь сюда, потому что там кладезь, кладезь неосознанного. Мы все это смотрели как жвачку, как залповую такую поп-культуру. Может быть, не придавая значения тому вообще, о чем, о чем там говорили, о чем там возможно предупреждали, о чем там подсвечивали какие-то проблемы. И когда мы читаем фильм 98 года и люди такие, оно и сейчас здесь, прошло почти 30 лет, оно и сейчас здесь с нами, оно не ушло. Разрешилась ли проблема? Нет, не разрешилась. Она остра, да, она остра. Поэтому прежде чем идти сюда, здесь уже тоже, как в метамодернизме, уже вечное о вечном говорит, то есть уже мы не проговариваем нового, мы создаем то, что уже было. Соответственно, я иду туда, где было это как новаторством, что ли? И тогда люди воспринимали это незамыленным взглядом, и это было новым. Когда ты смотришь авторское кино, да, или авторское, на стыке с массовым, тема у режиссера, в принципе, одна, почти от начала его карьеры, да, там, и до сегодняшнего момента. Он, у кого что болит? Вот у него вот это актуально с его точки зрения. Он автор, он имеет право говорить только об этом. Ты уже включил другую работу одного режиссера, ощущение, что ты смотришь предыдущие, то есть леет мотивы в авторском кино перетекает, и режиссер может исследовать одно понятие миллионы раз через разные фильмы. Поэтому мне кажется, проблем-то немного в мире. Они все были вечны и всегда. Меняются технологии, с помощью них меняется чуть-чуть язык. Как новояз, да, как сейчас современные слова. Русский язык тоже очень сильно поменялся со временем. Поэтому режиссеры беседуют, и беседуют о вечном, но мне просто физически некогда смотреть современных, потому что когда-то эти вопросы подняли те режиссеры. в той вехе. Все зависит от места, но также все зависит от произведения. Действительно, многие приходят на конкретных авторов. Например, вот Дэвид Линч у нас очень популярен в России, очень популярен. Был прямо пик. Приходят поговорить о том, о чем не принято говорить просто за столом. Например, о какой-нибудь контркультуре. кинематограф как нечто ирреальное, фантастическое, разрешает какие-то вещи показывать, то, что табуировано. Он это вскрывает, высмеивает, делает парадоксальным. И люди идут на это осмыслять, что же я такого увидел, почему это так жестко и так притягательно одновременно. Иногда приходят просто ко мне. Вот последняя лекция была по Джума Джармушу, и девушка в отзыве написала, что люди идут не смотря фильмы просто потому, что доверяют лектору. Это очень, мне отозвалась эта фраза, это очень приятно, и это действительно так. Если бы я ходила, я бы ходила с точки зрения того, кто, кто говорит. То есть хороший наратор, да, то есть хорошо, я тоже схожу, почему бы нет. Поэтому каждый зайдет по запросу. Кстати, иногда бывает очень рандомная аудитория, совершенно разнообразная. Есть, когда в одном помещении собираются люди 70 лет и 18 лет, и тогда дискусс ширится, и полемика, она как бы, она как бы растет, и это тоже любопытно, как соприкасается, да, зрелая и еще юная. Тоже интересно. Очень любопытно, да. Я сама иногда задаюсь вопросом, что вообще есть я в этом всем. Я создаю событие, да, то есть есть бытие, прихожу я, становится событием. Что становится событием? Фильм? Нет, не совсем фильм. Фильм и так можно дома посмотреть. Одна из моих таких не сформулированных, да, условно, но задач это встречаться вместе, то есть это как раз призыв к диалогу, к большому диалогу, может быть, если нужно к полилогу, чтобы говорилось как можно больше людей. Это, кстати, у меня часть такая педагогики, мне хочется, чтобы люди общались, когда ты говоришь слово, ты мыслишь, мне очень хочется, чтобы люди мыслили, пускай это начнется через уровень развлечения, да, кино принято считать развлечением, так уж оно повелось. Соответственно, после этого заводится механизм, потому что, как в самом начале говорили мы, кинематограф это к себе, к самости, пускай начнется с экрана и перейдет в тебя, здесь ты чувствуешь, что я такой, рядом сосед, он другой, и ты начинаешь осязать реальность иначе, ты начинаешь его в принципе осязать, когда ты слышишь кого-то не такого, как ты. Вот в этом моя цель, чтобы мы обеседовали, а уж повод, какой это будет фильм, это уже, это уже такое, задать атмосферу. Спасибо. Спасибо.